Путин тоже лазит по всемирной паутине. Генерал российского ПВО оказался агентом СБУ. Гиркин и Суровикин разработали совместный план. Военного пенсионера будут судить. Посмертно. Да-да, мы вернулись. Это жесточайший вечерний шпиль на Белсате. И наши сердца все так же требуют лебедей. Кстати, лебеди все ближе. Пока мы прохлаждались, некоторые полюбившиеся нам яркие персонажи переместились в места теплые, я бы сказал, даже горячие. Шойгу! Герасимов! Где, б***ь, мои припасы? Есть мнение, ликвидировав лидера неудавшегося мятежа без суда и следствия, Путин послал российским чиновникам, силовикам и олигархам недвусмысленный месседж. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините, перед домами прошу извинения. Всем сидеть на попе ровными. И не крякать. Но элитарии, похоже, не испугались, а наоборот, начали игнорировать персонажа из бункера. После недавнего призыва Путина к чиновникам пользоваться автечественным автопромом, гоструктуры заказали 151 иномарку на 6 миллионов долларов. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Имя вот этого вот мужика в Кремле его подчиненные все чаще стали забывать. Только мы все насмеялись с Васильевича, как глава Мордовии уже на этой неделе назвал хозяина Кремля не то Анатоличем, не то Антоновичем. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за ваше время. Похоже, эта новая форма склероза заразна и воздушно-капельным путем поразила не только окружение, но и самого Путина. Но иногда Владимир Антонович не забывает принять таблетки. Я вот в стройотряде работал, мне была присвоена квалификация плотник четвертого разряда. Я до сих пор этим горжусь. Да, Володька, дров ты наломал по высшему разряду. Кажется, гибель Пригожина и арест Гиркина не успокоили Путина, и он продолжает просчитывать варианты на будущее. Вот и вспомнил о профессии, которая ему может пригодиться. Лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите, пожалуйста, что они говорят на интернете. А вот это провал. Вот это крах. Раньше-то вы давали другие показания Владимир Васильевичу. Даже в интернете вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак. Получается, пользуйтесь всемирной паутиной. Твердые доказательства прямо из Кремля для зрителей вечернего шпиля добыл Анатолий Чайковский. И что здесь? Вызвали, Владимир Владимирович. О, да, Егор, заходи. Что у вас случилось? Да снова страница зависла. Вот пытаюсь обновить и ничего. Уже битый час сижу, жду. Хорошо, давайте посмотрим. Могу сесть на ваше место? Нет, не можешь. У тебя нет полномочий. За тебя народ не голосовал. Такое чувство, что за вас кто-то голосовал. Хорошо, давайте вы отодвинетесь, а я стоя посмотрю. Ну, давай так. Как же я люблю свою работу. Так. Понятно. Ну что, получается? Получается, получается. Сейчас все будет сделано. Это хорошо, это очень хорошо. Так, почти готово. Тут... Это хорошо, это так. Очень хорошо. Ты... Вот так. Опа. Владимир Владимирович, вы, когда вот эту страницу дочитаете, меня позовите, я вам новую распечатаю. Хорошо, спасибо большое, Егор. Ну, хорошо. Все. Можешь быть свободным. В Беларуси провели первое учение по ночному подводному вождению танков. Но как танки двигаются под водой, не продемонстрировали. И вы смотрите рубрику «А я вам сейчас не покажу, откуда готовилось нападение». Возможно, танки Лукашенко уже пробираются по устью Буга и Вислы к сердцу натовской Европы. Да ведь помните его давнее обещание. Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манш. У НАТО нет танков невидимок, как у агрофюрера, поэтому из Москвы их легко заметить, посчитать и уничтожить. Работническое управление, они потеряли шесть танков. На другом управлении, на парках, наши ребята, очень искусные, я бы так сказал, беспилотными, беспилотными аппаратами, ну, беспилотными аппаратами, уничтожили еще шесть машин. Вчерашний день только утренитетник один и все. Кто смелится возразить великому математику Шойгу? Про министра обороны я уже сказал. Редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца, тупого, как пробка, вот у нас на посту министра обороны. Гиркина предусмотрительно изолировали, а вот генерал Суровикин, которого уже и хоронили, а по слухам он после мятежа Пригожина попал под арест, а вот он уже появился на свободе. Почему его отпустили? У вечернего шпиля есть версия. Анатолий Чайковский. Слушай, ну хватит на меня так смотреть. Ну ты же сколько, часа два так сидишь и смотришь? Мне уже неудобно прям. Слушай, ну провалили специальную военную операцию и провалили, с кем не бывает? Ну сказал я об этом и сказал, ну было и было. Ты тоже вон много чего наговорил. Чего ты молчишь? Скажи что-нибудь. Да ты слова не даешь вставить. Все трещишь и трещишь. Я призываю тебя остановиться. Все. Остановился. Вот стою. Ну, сижу и стою. Ну чего ты опять смотришь? Сидишь и смотришь. О, товарищ начальник. Пожалуйста, не могу я уже с этим генералом Армагеддоном сидеть. Пересадите меня уже куда-то в другую камеру. Ты что, растение, чтобы тебя пересаживать? Сидеть, где сказали? Суравикин на выход с вещами. А, да, у вас же все забрали. Прям все? Ну почти. Там Министерство обороны последние фотографии удаляет. Ну и ладно. Начну с чистого листа. Ну что, Гиркин, бывай. Веди себя хорошо, в обиду никому не давай. Потому что если один раз дашь, и все. Всю жизнь будешь обиженный ходить. Давай. Не уходи, Сережа, пожалуйста. Мне уже страшно. Товарищ начальник, а можно как-то договориться, чтобы его оставили? Где? На колени тебя посадить? Места и так нет. А к нам все везут и везут, везут и везут. Тюрьма не резиновая. А дубинка да. Так что помни об этом и веди себя спокойно. Все. Выходим. Заводите следующего. Ну? За что тебя посадили? За дискредитацию армии. А, либерал? За мир. Не. Воинкур. Черт попутал сказать Шойгу, что 6 плюс 6 это 12. А, столько и дали. Угу. Как водится, часто так бывает с нашими западными партнерами, они нас опять надули, опять ничего не сделали. Какой наивный достался России президент. Прямо надувной. По информации вечернего шпиля, Шольц хотел помочь Байдену надуть Путина. Ну, а в его трубочку что-то попало, стал проверять. Неосторожное движение и результат налицо. Ну, ладно Путина надули западные партнеры. Хотя мы-то думали, что раздуло его от западного ботокса. Но кто надул Кадырова? Хотя этот, похоже, сам. Регулярно дует. Я знаю, что у американских дипломатов, руководства, нет чести, совести, достоинства. После того, как они включили санкцию, мою лошадь за зодом. Перенесемся на Каннский... Нет, не фестиваль. На Каннский вокзал. И не в Каннах, а в Каннске. Это в Красноярском крае. Местные функционеры смогли устроить фурор не хуже, чем в ихних Каннах. После ремонта в туалете на вокзале исчезли кабинки. Не отстают от российских коллег и белорусские чиновники. Они добрались до Парижа. Но не того французского, а до того, что в Поставском районе. Особенно комментаторам понравился ковер, набитом гравий. Тем временем зам генпрокурора Беларуси наведался в коровник на Гомельщине. Пошел 30-й год правления крепчайшего хозяйственника, а проблемы с коровами никак не решаются. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Сам Лукашенко занимался свиньями. Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе нашей страны. Мы не будем иметь скоро и килограмма свинины в своей стране, для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок. Мне кажется, тут все просто. Проблемы с Хамоном возникают там, где перекармливают ОМОН. А в вечернем шпиле рубрика аналогов нет. В сеть попала уникальная разработка российского ПВО. О, главное, дешевое. Одно плохо, где много покрышек, там может запахнуть Майданом. Всего за несколько месяцев мы уже привыкли, что дроны наносят удары по объектам уже и в Москве. Мы каждое утро просыпаемся и ждем новостей, что там случилось за ночь в Крыму, в акватории Черного моря, с мостом. А какие еще беспилотники летали над нашими городами. Похоже, это наконец-то начало беспокоить кого-то и в Кремле. СМИ сообщают, что два высокопоставленных генерала ПВО находятся под следствием. Ну, конечно же, официально не из-за дырявого неба. Пишут что-то про коррупцию и земельные участки. Но кто знает, что нароют следователи. Мартин Крам. Рассказывай. Что рассказывай? А то я тебе эту дубину знаешь куда. Не надо. Я все расскажу. Значит, я передал земельный участок в Подмосковье. Агентам СБУ. Ох ты! Нет. Не СБУ. ГУР. Они там собирались делать дроны, чтобы сэкономить. Ну, на горючем. Продолжай. Я им секретные карты передал. Не останавливайся. Ну, не знаю. Ну, ПВО отключал. Вот падла. Да я уже не знаю, что говорить. Я сейчас камеру выключу. Сразу сообразишь. Я на даче. Вырвал туннель до Вильнюсу. Ну, гад. Издеваешься? Да не пейте вы. Я ж все рассказываю. Да ты мне херню впариваешь. А что вы хотели? Бабки где? Где бабки? Где бабки? Смотри, целый чемодан бабок. Кто-то звонит. Бабки! Да, товарищ генерал. Так точно. Во всем сознался. Да, как мы и предполагали. Украинский шпион. Деньги? Никак нет. Не обнаружены. Видимо, он идейный был. Я вам сейчас вещдоки привезу. Капитан, где там наш переходящий комплект? Визитка Яроша, портрет Бандеры, Томик Шевченко. Давай, вези сюда. Есть. А со шпионом этим что делать? Тоже вези. Как раз уже и яму выкопали. И к новостям культуры. В Москве все-таки покажут нашумевших в мировом прокате Аппельгеймера и Барби. Но под другими названиями. Дубак и быстрые свидания. За последние недели российские прокатчики продемонстрировали свое умение убирать из фильмов и сериалов образы неугодных актеров. И кто знает, может быть, в указанных западных блокбастерах заменят не только названия, но и образы главных персонажей импортозаместя. По Томскому билборда с призывом поучаствовать в СВО и лозунгом «Присоединяйся к своим» выкопали яму, которая намекает, как именно присоединяться. Похожим образом поступил военный пенсионер из Подмосковья. СМИ сообщают, что 57-летний мужчина не вынес отказа военкома в отправке его на войну в Украину и свел счеты с жизнью с помощью двух бутылок водки и двуствольного ружья. Конец истории? Не думаю. Мартин Крам. Здравия желаю. Тут проживает пьяных Сергей Васильевич. Да. А где вас на сила? Не могли раньше вы прийти? В смысле раньше? Вы меня что, ждали? Муж ждал. Он очень хотел на войну, а его не взяли. Молодец, Соловьев. Хорошо мозги промывает. Кто молодец? Муж ваш. Какой молодец? Он с собой покончил. Отказа не вынес. Получается впустую. И я без лады. О чем вы там только в своем военкомате думали? Гражданочка, я не из военкомата, а из военной прокуратуры. Ой, простите. Но тогда разберитесь, пожалуйста, с этим военкомом. Давайте пока с мужем вашим разберемся. Мы его хотим посмертно... Наградить? Не зря я все-таки в автошколу записалась. Как чувствовала? Успокойтесь вы. Вашего мужа мы хотим посмертно наказать. За что? Он своей смертью статистику потерь нам ухудшил. Тем самым помог ВСУ. И как он отсидит? Он нет. А вы да. В смысле? За непредотращение. Кто там еще? Слушаю. Так точно. Понял. Гражданочка, отставить обморок. Ой, я... Под амнистию ваш муж попал. И даже объявили ему благодарность. Посмертно. Кто? Пенсионный фонд. Ну что ж, на сегодня ставлю точку. Слава Украине! Живи Беларусь! Алга, Казахстан! Россия! Очнись! С вами был Вечерний Шпиль. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!